Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Богодухновенной Псалтири Царя Давида, имени Господи Царя Давида и всю кротость его. И сегодня мы будем читать 138-й Псалом. В православной толковой Библии говорится об этом Псалме. Точных указаний на время и повод его написания в содержании Псалма нет, потому что в содержании Псалма проникнуто чувством благоговения перед Всеведением Господним и выражает горячую веру и преданность Давида Господу. Можно допустить, что он написан около времени перенесения Кивота Завета, Ковчега Завета в Иерусалим, когда это религиозное торжество наполнило его высоким благоговейным чувством и укрепило в преданности Господу сердце Давида. Вот такое объяснение об этом Псалме мы находим в Толковой Библии. А надписание этого Псалма по тексту греческой септуагенти в конец, я напоминаю, надписание в конец означает, что какие-то пророчества есть в этом Псалме, Псалме Давида, это авторство, Псалом Захарии. Псалом Захарии, это означает, по свидетельству блаженного Феодорита, в его время находился не во всех списках этот Псалом, вот именно с таким надписанием, Псалом Захарии, в рассеянии, то есть Псалом Давида, Псалом Захарии, в рассеянии. Захарий — это пророк, который жил после времен Давида, значительно более близкий к нам период, чем нежели Давид, и который мог вдохновляться этим Псалмом и сохранять его в своем списке Псалтири, чем объясняется это надписание. Или, другое объяснение, Захария, вдохновившись Псалмами Давида, мог написать, отталкиваясь от фраз Давида, подобный Псалом. Поэтому как бы здесь, может быть, и два автора, то есть Псалом Давида, Псалом Захарии, в рассеянии. То есть это слово означает период после Вавилонского пленения, когда рассеяние еще не прекратилось, это как раз и есть эпоха пророка Захарии, в сборнике которого, вероятно, был этот Псалом. То есть в списке Сеферта Гелим, книги Восхваления, Псалмов Давида, Мезморла и Давид, мог храниться этот Псалом. Ну, мы с вами уже знаем, что церковнославянский текст следует за греческой септуагинтой, поэтому здесь такое же надписание. В конце Давиду Псалом Захарийен в рассеянии. И мы читаем начало этого Псалма. Псалом имеет всего 24 стиха. И начало Псалма. «Господи, Ты испытал меня и узнал меня. Ты узнал, когда я сажусь и встаю». А что могут означать эти слова? По Феодориту и Зигабену они означают пребывание в покое и деятельность, то есть всю мою жизнь, состоящую из покоя и движения, Ты, Господи, знаешь. Когда я сажусь и встаю, все объемлется Твоим всеведением. «Ты издали уразумел помыслы мои». «Издали» имеется в виду, что Бог избирает людей даже до створения мира. Так говорится в Новом Завете, что Он нас избрал еще прежде сложения мира, потому что Ему известны наши помыслы, Ему известны наши поступки, наши деяния, то, как мы будем существовать до последнего нашего издыхания. Наш Бог никак не ограничен ни временем, ни пространством. «Стезю мою и путь мой Ты следовал, и все пути мои Ты предвидел». То есть Господь знал наперед, что мы будем жить так-то и так-то, обращение к Нему произойдет тогда-то и тогда-то, а конец наш будет такой-то и такой-то. То есть от Бога ничего не может уклониться по Феодориту Кирскому «прямой путь и всю жизнь мою Ты знаешь». Прямой путь, то есть когда я был верен Тебе, а вся жизнь моя предполагает какие-то моменты, когда человек мог быть и неверен Богу. «Стезю мою и путь мой Ты следовал, и все пути мои Ты предвидел». То есть наперед знал, как я поступлю. «Что нет лести на языке моем, вот Ты, Господи, узнал». То есть узнал, исследовал еще как бы издалека. Когда никаких путей еще не было. «Все последнее и первое. Ты создал меня и положил на меня руку Твою». То есть от начала до конца Бог объемлет нас собою, как и Христос говорит. «Я из альфа и омега, то есть начало и конец, первый и последний. Все последнее и первое. Ты создал меня и положил на меня руку Твою». Афанасий Великий пишет, «промышление о создании сие означает». То есть Господь творит человека, исходя из того, что он знает, как человек себя поведет. Вот тогда возникает вопрос, а почему Господь творит тех, которых он знает, что они неправильно себя поведут? Это некие такие духовные загадки. Но если и нечестивый человек имел возможность в жизни своей совершить что-то доброе и благочестивое, может быть, только ради этого доброго и благочестивого Господь и создал его, изведя как бы из небытия в бытие. «Дивно ведение Твое для меня, то есть удивительно то, как Ты знаешь меня, прежде меня самого как бы, мощно, не могу постигнуть его, мощно, а по-славянски утвердися, то есть это разумение превышает мои силы, буквально с греческого пересиливает меня. «Дивно ведение Твое для меня, пересиливает меня, здесь у Юнгерова мощно, не могу постигнуть его». И давайте прочитаем этот интересный псалом с первого по шестой стих, как это будет звучать с еврейского при переводе. «Управителю, то есть управителю хора, от Давида, псалом, Господи, Ты меня изведал и знаешь, Ты знаешь, когда сажусь и когда поднимаюсь, Ты понимаешь мой помысел, издали, Ты мой путь и мое ложе объял, и все дороги мои Тебе привычны, когда нет еще слова на моем языке, Ты, Господи, его знаешь всецело. Сзади и спереди Ты мне форму придал и возложил на меня Твою кисть, дивно ведение для меня возвышено, его не могу я достичь. Достичь, то есть постичь, хотя бы приблизиться к этой тайне ведения Божия. Итак, в первой части этого псалма говорится о всеведении Божьем, а вот далее говорится о том, что Бог вездесущий. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо ты там? Сойду ли в ад ты там пребываешь? Если подниму крылья мои поутру и поселюсь на краю моря, то и там рука Твоя поведет меня и удержит меня, десница Твоя. И сказал я, может быть, тьма скроет меня, но и ночь есть свет и усложнение моем, ибо тьма не будет темна от тебя, и ночь будет светла, как день, какова тьма, таков и свет ее будет». То есть этот псалом раскрывает теологические истины о том, что Бог всеведущий, всезнающий и вездесущий. И далее мы читаем с 13 стиха. «Ибо ты создал внутренности мои, воспринял меня от чрева матери моей». То есть Господь как бы ковер соткал в чреве матери, сформировав каждый орган нашего тела. «Буду исповедать Тебя, ибо Ты явился страшно дивным, чудны дела Твои, и душа моя знает их близко». В каком смысле душа моя знает «Ты близко, если я делаю рук Твоих, то, как говорится, мое собственное тело у меня под рукой, и все это, и руки, и ноги Ты создал, Ты дал мне возможность видеть, слышать. Вот это великие чудеса, за которые я хочу прославлять Тебя». по Зигабену представляешь как бы глубину, в которую страшно и заглянуть, когда рассуждаешь о всеведении Божьем. «Не сокрыт был от Тебя остов мой». Остов по-гречески «костяк», по-славянски «кость», который создал Ты втайне и образование, образование, по-гречески состав меня как бы в преисподних земли, то есть в очеве матери, как видно из контекста, 13 и 15 стих это толкование Блаженного Феодорита, Златоуста и Зигабена. То есть от Бога не сокрыто формирование плода чрева, потому что плод и не возник бы в очеве матери, жизнь не возникла бы, если бы Господь не повелел, чтобы началась жизнь каждого из нас. Неоконченное зарождение мое неоконченное зарождение мое, как бы по-славянски несоделанное, то есть не вполне образовавшееся в очреве зародыш, это по Афанасию Великому, Златоусту и Феодориту, неоконченное зарождение мое, то есть вот в синодальном зародыш мой видели очи твои, видели очи твои, и в книге твоей, в книге твоей, здесь имеется в виду, как бы в книге твоего всеведения, это по Феодориту, все люди будут записаны в течение дней, они образуются, но никто из них не останется незаписанным, в синодальном переводе и в книге твоей, то есть когда я был зародышем, уже записаны все дни жизни моей, то есть от Бога ничто не скрыто, и мне всегда почтены друзья твои, Божие, весьма надежно, надежно их владычество, а это о чем Феодорит Кирский пишет, как при царе Иосии высоко было в почете благочестие людей благочестивых в глазах царя, и когда вот псалмопейцы воскресают, а мне всегда почтены друзья твои, то есть мне радостно общаться с теми, которые в твоих друзьях, то есть это благочестивые, это праведные, Божие, весьма надежно их владычество, то есть таких людей, потому что мир существует, молитвами как раз праведных, попытаюсь сосчесть их, но они многочисленнее песка морского, имеется в виду, что прежде всего с пришествием Христа увеличилось число людей благочестивых и друзей Божьих, такое объяснение дают Феодорит, Златоуст, Зигабен, А в Ветхом Завете все-таки их было мало, поэтому смысл этого псалма более относится в конец к последним временам, потому что в Ветхом Завете сказано у одного из великих пророков, если Господь придет судить землю, то спасутся только три человека, спасутся только три человека, Ной, Иов и Даниил, и там сказано и то своей праведностью они спасут только самих себя, не спасут никого из детей своих, поэтому вот эти слова попытаюсь сочесть их, но они многочисленнее песка морского, они перекликаются со словами из апокалипсиса, где сказано и видел я бесчисленное множество людей из всех племен, народов и языков. Это спасенные, которые стояли в белоснежных одеждах с золотыми венцами на головах с пальмами, ветвями в руках. И если в ветхозаветные времена только трое могли претендовать, что они спасенные, то через силу крови Сына Божия таких становится бесчисленное количество, как многочисленный песок морской. «Пробудился я и еще с тобою пребываю». Здесь псамопеец как бы говорит, «я пробудился». Вот общение с такими людьми «Асю снух истах вастах я, как Господь, заступит мя, во сне и бодрствовании псалмопевец чувствует свою близость к Богу и к Его избранникам». «О, если бы избил ты Божий грешников!» восклицает далее псалмопевец, видя как бы малочисленность праведных в прямой зависимости от того влияния, которое грешники оказывают на других людей. «О, если бы избил ты Божий грешников, мужи кровожадные, удалитесь от меня!» Он не хочет общаться с такими людьми, которые идут путем греха. «Ибо вы дерзки в замыслах». Если они дерзки в замыслах, они дерзки в поступках. «Но тщетно они будут владеть городами твоими». То есть, да, они могут получать какую-то власть, но это все на время. «Но тщетно они будут владеть городами твоими, по феодориту, населяя их, но не исполняя твоих законов, они как бы не удержатся достаточно долго у власти. «Не возненавидел ли я ненавидящих тебя, Господи, и о врагах твоих, не сокрушался ли?» Что значит «не сокрушался?» То есть, таял от скорби, что они позволяют себе вратовать с тобой. «Совершенную ненавистью возненавидел я их, но немножко так не по-христиански звучит, да? «Совершенную ненавистью возненавидел я их». На самом деле это можно понять, как допустимой ненавистью возненавидел я их. Как святитель Филарет Дроздов говорил, личного врага люби, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей. «Совершенную ненавистью», то есть оправданную возненавидел я их. «Они стали для меня врагами», то есть став врагами Божьими, идолопоклонники стали врагами Давиду, поэтому те воины, которые он вел, царь Давид, они называются воины Господни в книгах царей, так и называется, воины Господни. «Искуси меня Божию», то есть проверь меня, как металлы огнем испытываются, «Искуси», то есть в плавильню помести, «Искуси меня, Божию, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай пути мои, и увидишь, есть ли у меня путь беззакония». Да, Давид знал, что у него есть путь беззакония, а почему же он так смело, как бы, готов стать на суд Божий, потому что он совершал акт покаяния, и через пророка Нафана, Натана, ему было сказано, что он прощен Богом, «И наставь меня на путь вечный», то есть те наставления, которые ты, Божий, даешь мне, они будут полезны мне не только в этой жизни, но и в жизни вечной. Абсолютно. 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 Продолжение следует...